Добрый день! С вами Ольга Камин. Сегодня мы с вами опять займемся изготовлением маленьких веточек, то есть созданием веточек из маленьких цветочков для интерьерных букетов. Вот я сейчас вам покажу, как сделать вот такую веточку с такими достаточно простыми цветочками. Такие веточки очень хороши для интерьерных букетов, и их надо делать как минимум для одного букета три штуки. Мы сделаем три веточки, по три цветочка в каждом. Вот две веточки у меня готовы. Я сейчас вам покажу, как их делать. А делать их, в принципе, не так уж и сложно. Вот еще для последней веточки у меня уже собраны два цветочка. И сейчас покажу с самого начала, каким образом мы делаем эти цветы. Вот прежде всего для этого мы используем атлас. Японский, уже обработанный, называется Hard Satin 1000. Это достаточно плотный материал. Из него я как раз делала вот эти цветочки. Мы краиваем по косой такие лепестки. Я складывала ткань вдвое, и вот по косой вот таким образом мы их и выкраиваем. Теперь нам нужно их вырезать. На один цветок у нас уходит четыре лепестка. Эти четыре лепестка мы вырезаем. Вырезаем так, чтобы они у нас... Чтобы вот краешек карандаш ручки чем вот... Остался за пределами нашего лепестка. Лепесток должен у нас быть чисто белым. В данном случае у меня вот так получилось. Наши цветочки у меня в интерьерном букете будут вот такие красные. И поэтому я подготовила вот такой цвет. Он у меня уже тут наведенный. У краски батик, хобби, гамма. И каждый лепесток мы будем с вами окрашивать. Я их окрашиваю просто элементарно. То есть в наведенном моем растворе я их окунаю и раскладываю. Больше ничего, в общем-то, не надо здесь их дополнительно обрабатывать. Вот такое получается у меня. И вот таким образом нам надо полностью покрасить все наши лепестки. Пока будут сохнуть наши лепестки, мы с вами займемся изготовлением серединки нашего цветка. Вот наша серединка цветка. В центре центральная тычинка и к ней подвязаны еще маленькие тычиночки. В качестве основной тычинки я беру вот такую бусинку с таким колечком. Берем проволоку длиной где-то 18 см. И нанизываем наше колечко, нашу вот такую бусинку. И закрепляем ее. Здесь вы можете взять, в принципе, любую большую тычинку. Лучше, конечно, брать тычинки уже японские готовые. Они бывают большого размера и они более натурально выглядят. Либо какую-нибудь длинненькую такую бусинку взять. Или большой такой овальный бисер можно тоже брать. И в качестве тычиночек маленьких я взяла обычные китайские тычинки красного цвета. Берем где-то 6 тычиночек, складываем вместе. И пополам потом еще вот так вот кладываем. Накладываем их чуть ниже нашей основной большой тычинки. Вот так вот вокруг их раскладываем. Вот что у меня получается. Теперь берем клей. В данном случае у меня клей Henkel Moment D3. Основание промазываем клеем. Либо идеальный вариант это шелковая лента японская. В данном случае у меня ее нет. Я беру обычную гофробумагу зеленую, вот видите, такого болотного цвета. И обкручиваю наши тычиночки и полностью всю проволоку, которая у нас будет использоваться, как стебелек для нашего цветка. Вот что у меня получилось. То есть основная тычинка, к ней привязаны маленькие тычиночки, вот такое утолщение. И далее обычный стебелек. Таким образом мы сделали основной стебелек для нашего цветка. В качестве листиков мы берем обычные листики, вот они у меня, без проволоки. Просто маленькие листики мы проходим одинарным ножом или ультратонким ножом по краям и посерединке. Итак, теперь переходим к обработке наших лепестков. Вот они у нас подсохли и нам надо их обработать. Обрабатываем на полужесткой подушке, используем ультратонкий японский нож. Итак, вот лицевая сторона, вот изнаночная сторона. Переворачиваем на изнаночную сторону и обрабатываем края прям по самому-самому краю. То есть нож ставим на кончик лепестка и идем полностью сначала по правой стороне, потом по левой стороне. Все это делаем с изнанки. Теперь переворачиваем лепесток на лицо и вот здесь вот у основания, где-то примерно на высоте 7 мм, вот так вот делаем такой борозд. Таким же образом обрабатываем все лепестки. Сейчас я еще раз вам покажу, как это делается. То есть переворачиваем на изнанку и с изнаночной стороны обрабатываем по краю сначала правую сторону нашего лепестка, а затем левую сторону нашего лепестка. Переворачиваем на лицо и обрабатываем основание немножко. Вот так лепесток немножко загнулся вовнутрь. Таким образом обрабатываем полностью все наши лепестки. Теперь перейдем к сбору наших цветов и берем нашу серединку, наши лепестки и готовые листики. Как ли? Листики делаются таким же образом. Видите, они обрабатываются сначала по краю, но только потом еще опять же с левой стороны просто провожу вот так вот по центру. Вот лицо наших всех лепестков, вот это их изнанка. Мы, естественно, будем клеить все вот так вот на лицо. Они двойные, здесь вот двойная, также сделаны из атласов. Итак, берем наш клей, мы промазываем основание всех четырех лепестков нашего цветка клеем. Промазываем только основание. И таким же образом промажем мы и листья. Ну, давайте используем, промажем все, сколько используем. Кроме этого, нам понадобится еще большой, большая пробока, вот по длине нашего, нашей веточки. И плюс еще немножко здесь вот будут наматываться наши цветы. Но она должна быть уже потолще. Но в данном случае у меня она, ну, где-то, наверное, один миллиметр точно есть. Вот. Итак, берем наши лепестки. Сейчас я немножко их клей промажу. Лепестки полностью основания. Им было смазано клеем не только вот среди. Вот таким образом. Итак, берем первый лепесток и насаживаем его здесь вот к основанию. С одной стороны, вот, видите, придерживаем немножко. Вот показываю обратную сторону, изнанку, вот лицо. Теперь с противоположной стороны подклеиваем второй лепесток. Ну, вот он у нас. Вот тут же расправляем все, придерживаем. Там все подклеилось. Вот, два лепестка подклеиваем. Теперь берем третий лепесток. Теперь с других сторон подкладываем их вот с третьей стороны и сразу подложим. Вот. И, в принципе, здесь уже цветок наш будет готов. Главное, сейчас на той стадии, что пока лепестки поддаются мобильнее достаточно, не очень хорошо, принимают форму, мы вот на этой стадии их должны хорошенько разложить. Вот что у меня получилось. Вот такой красивый и достаточно простой цветок у меня собран. Все, теперь он должен высохнуть. Вообще, в идеале, я как делала? Я, допустим, собираю цветок, я тут же делаю. Вот так вот его куда-нибудь подвешиваю, чтобы он высох. Вот так, как показываю вам, я сейчас не буду дожидаться его полного, до его полного высушки. И сделаю, сделаю, сразу подклею листики. Наш листик. Размазываем его. И вот где-то на этом уровне, в принципе, вот как хотите, да, на любом уровне, мы его просто клеиваем. А лепесток, опять же, листик наш, достаточно мобильный. Мы его можем изогнуть, как нам надо, вот, подклеивается он. Если клей у вас достаточно жидкий, то надо дать некоторое время для того, чтобы он высох. Но уже понадобится минут пять, даже иногда минут десять можно дать возможность клею высохнуть. Не высохнуть, а, ну, стать более таким вязким. Вот, смотрите, вот здесь у меня кончик, я вот могу вот так вот хвостик немножечко подрезать. Вот, таким образом у меня подклеился листик. Теперь давайте перейдем к сборке. Вот этот листик нам еще понадобится. И я таким же образом еще промажу. А, у меня здесь промазан даже листик. Вот, то есть у нас еще есть два листика, мы их отложим в стороночку. Итак, берем первый наш листик, или цветочек, и подкладываем к нашему основному стеблю, где-то вот так, чтобы сантиметра где-то на три, наверное, верхушечки, да, с половиной-три. Мы берем теперь клей, и это место вот так промазываем клеем. Мы берем гофробумагу, в идеале, я вам говорила, это должна быть шелковая лента. И аккуратно приматываем нашу, приклеиваем наш первый цветок к основному стеблю. Вот, примерно на этом уровне я планирую, чуть пониже, верно вот так, я планирую примотать другой цветок. Вот, видите, он должен быть ниже, чем вот этот, чем вот этот верхний. Вот, откладываю его, и далее, опять же, смазываем все клеем. Сильно клеем не должен растекаться, мы берем третью веточку, и таким же образом подклеиваем ее нашему стеблю. Теперь просто еще немножко смажем клеем полностью всю веточку, и вот так обматываем весь стебелек. Делается достаточно быстро. Вот, таким образом выглядит наша веточка. Теперь нам нужно оставшиеся листики подклеить. Первый листик мы берем и можем подклеить его вот в это место. Здесь вот прям, как раз вот место соединения первого цветка с основной веткой. Здесь небольшое утолщение, и вот, чтобы его закрыть, мы можем сюда подклеить первый листик. Вот он у нас. Видите, полежал, он у нас хорошо подклеился. И второй можно где-то вот здесь, вот, наверное. Соединение второй веточки с основным стеблем. Можно еще подклеить еще один листик. Вот так он у меня выглядит. Здесь как следует высохнуть, потом это все хорошо расправится, и вот такая веточка у нас с вами получилась. Вот у нас сделаны таким образом вот три таких веточек, которые очень хорошо можно использовать для интерьерных композиций. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канонникова.